О спорте. В этом году Тверь приняла третье всероссийские соревнования по универсальному бою. Они проходили на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова. И посвящены памяти олимпийского чемпиона подзюдо, основателя вида спорта «Универсальный бой» Сергея Петровича Новикова. Участие в нем приняли бойцы разных возрастов со всей страны. Большинство из них дети от 6 до 17 лет. Соревнования поделены на два этапа. Первый – прохождение полосы препятствий к цели, в которую на финише предполагается выстрел из пневматического пистолета или метание ножа. Участники моложе 12 лет вместо оружия использовали теннисные мячи. Второй этап – это борьба на ринге или татами. Тверские спортсмены показали высокие результаты, причем как девочки, так и мальчики. Как рассказал директор школы борьбы «Олимп» и тренер Кахрамон Нуралеев, конкуренция была достойная. Были сильные участники из Калужской и Самарской областей. Все ребята выступали на уровне, но призовых мест больше все-таки у тверичан. За соревнованиями наблюдал и председатель правления Тверского отделения фонда мира Сергей Рогозин. Он отметил вклад тренеров в победу, в развитие в регионе такого вида спорта, как универсальный бой, а также большой интерес к нему у молодежи. Какие перспективы универсального боя в Тверской области? Быть ему или нет? Ну, естественно, конечно, быть. Перспективы спортивные у нас, конечно, большие. Он востребован, и мы видим, какое количество молодежи сегодня присутствует. Это точно. Что масштаб соревнований растет, что значимость его тоже увеличивается.